Ровно месяц длился розыгрыш Кубка Слободы. Сначала команды играют в подгруппах и уже лучшие соревнуются по олимпийской системе на вылет. На престижный трофей претендовали 12 команд и ни одна не пропустила свои матчи во время розыгрыша. Все команды сыграли полное количество матчей, не было ни пропусков, ничего. По прошлому году кто-то не доиграл из-за того, что слабо выступали. В этом году все команды сыграли от начала до конца. Ежегодные лидеры турнира – футболисты Дальневосточного технического колледжа. В этот раз решили бороться за приз сразу тремя составами. Но студенты прошлых лет выпустились и нынешнее поколение оказалось не столь проворным. В розыгрыш за призовые места ДВТК не пробился. Половина здесь футболистов, много людей, тут я знаю, с разных школ. Раньше в одной команде все играли, а сейчас возросли чуть-чуть. В колледже все поступили и стали соперниками. В этом году в финале только дворовые команды. За третье место сборная «Слободы» сыграла с одним из составов ДВТК. Хозяева площадки оставили победу за собой 3-2. Так слободским футболистам достался бронзовый комплект наград. Мы тоже тренируемся, тоже раньше занимались футболом. Но там тоже игроки опытные, тоже умеют играть, хорошо владеют мячом. Право обладать кубком оспаривали футболисты команды «Скиф» из Новонекольска и «Восход». Приезжим парням не повезло в решающей игре. Они так и не распечатали ворота противника. С отсчетом 7-0 игроки «Восхода» стали победителями турнира и на год обладателями Кубка «Слободы» по футболу.